Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 июня. Сегодня у меня будет массовый сбор, как я говорила, снимать буду все томаты. Но перед тем, как их обобрать, я сейчас вам покажу, какие томаты поспели. Немножко расскажу, какие в первую очередь, какие во вторую. Сейчас пройдусь по рядам и прям каждый-каждый томат вам покажу. Первым поспел у нас ботяня. Подробно о каждом сорте я буду снимать видео подробно чуть позже. Но вот первым поспел ботяня. Потом поспел пудовик. Тоже подробно буду показывать каждый сорт, я вам о нем расскажу. Хорошие плоды навязал. Вторым номером поспели русские колокола. Потом поспел любимый праздник. Поспел тяжеловес в Сибири. Вот он. Поспел сибирский тигр. Мне тут в комментариях написали, что у вас, наверное, не сибирский тигр, потому что сибирский тигр должен быть плоскоокруглым. А он у меня есть плоскоокруглый. Вот. Он как раз плоскоокруглый, с небольшой ребристостью у основания. Это как раз сибирский тигр. И с красным низом. Поспел король Лондон. В это же время поспела бета одновременно с пудовиком. Поспела яблонька России. Поспела золотой руно. Поспел ранний 83. Ну и, конечно, уже к этому времени поспели и ринеты, и спиридон, все скороспелки, которые были у меня в теплице. Но мы их уже все давно оборвали и съели. Конечно, в данный момент в теплице уже много спелых и тех сортов, которые, как бы сказать, ну, новинки, вот эти иностранцы. Но я их пока не собираю, потому что в первую очередь я веду сбор тех томатов, которые были специально посеяны для получения раннего урожая. Специально были высажены в ранние сроки. Кто смотрел меня, тот помнит, что я сначала высадила вот эту правую половину, а левую половину теплицы высадила, ну, там с отрывом с каким-то. И вот в основном первые сборы я всегда делаю те сорта наши сибирские. И вот в данный момент я собрала именно ботяня, сорт пудовик, любимый праздник и русские колокола. Безусловно, такой ранний урожай стал возможен только из-за того, что я здесь сделала подогрев грунта и высадила на месяц раньше. Ну, и, соответственно, посеяла на месяц раньше, но не на месяц, а на полмесяца. И из-за того, что нынче теплая такая жаркая весна ранняя без заморозков. Но я не буду лукавить, я не буду говорить, что все прекрасно у меня в теплице. Вот эта жаркая весна, которая очень рано наступила, и вот у нас сегодня 30, ну, около 30, я даже не буду говорить, там 31 или 32, каждый день около 30. И не все так хорошо в теплице, вот в этой. Потому что вы видели, наверное, вот первоначальное видео, где я сидела вот так вот, вот на этих рядах, где иностранцы, вот эти вот желтенькие кисточки, сухие, как бы кажутся сухие. Это недоопыленные томаты. То есть, вот те, которые в первый период, я вот которые рано высадила, которые в первый период завязались, они завязались лучше, потому что была более прохладная температура. Ну, не то, что прохладная, а для них была оптимальная. Было днем 20, там 15, 18, 22, ночные нормальные. А когда стало днем за бортом 30, 32, а в теплице еще сильнее, то, конечно, урожай последующих, которые я высадила позже, и которые в это время зацвели, должны были оплодотворяться, наливаться, им уже было хуже. Я вот сейчас покажу, что случилось с этими кистями, которые не опылились, и вот сейчас они висят. Кажется, как будто они сожженные. Это просто цветочки отцвели, не завязались, завяли, и вот они висят. Снижение урожая будет ощутимое. И даже вот по разным сторонам, здесь урожая намного больше, которые чуть раньше высадились, и которые раньше посеяны, которые немного жару захватили, когда у них уже были завязи, все, они уже были готовы. И поэтому вот такие плоды хорошие. И еще из-за такого аномально жаркого лета вес плодов намного меньше, чем обычно. Как недостаток лаги, вот это жарище, все равно. И как было в прошлом году, тоже было жарко, плоды чуть-чуть поменьше, но зато в такое жаркое лето они такие сладкие, они такие ароматные. Вот сейчас буду дегустировать и буду вам говорить, какие томаты самые сладкие. Но мне кажется, вот из всех этих кучек все-таки самые сладкие будут русские колокола, потому что они оранжевые, они без кислинки, они обычно желтые-оранжевые, всегда бывают очень сладкие. Ну все, сейчас пойдем их кушать. Первые, конечно, вот эти мы все съедаем салатами. Тут ни о каких заготовках. После вот этих скороспелок, которые все-таки мелковатые, не такие мясистые, вот эти-то вот красавцы, конечно, только на салатик. Да, сколько бы скороспелок не ел, по сравнению, когда ботяня появляется, это, конечно, совсем другое дело. Спасибо. Спасибо.